Доброе утро, друзья! Вчера уже не показывал, как было окончание дня. В принципе, приехал на базу и лег спать. Поэтому пообщавшись немножко с ребятами, с даракистами. Ну а сейчас, я надеюсь, мы пойдем умоемся и примем заказы. И поедем с вами пытаться и грузить. Сделаем, точнее, погрузку и поедем дальше. Очень интересно и волнительно. Погнали! Я уже неоднократно говорил, что без английского в США никуда. И периодически я все же экспериментирую, пробую с различными вариантами изучения своего английского. И вот сейчас на данный момент нарылся с очень классной темой. Это камео. And what we can... I have 32 minutes. No, I think so we can do it. It's maybe 5-10 minutes. I try. What we can start? What you can change? What you can teach me? You start to teach me, yeah? It's maybe not correct, I speak? No worries. It's a time during the day, in the morning, in the afternoon, in the Chicago. Такая прикольная тема. Я сейчас беседовал с чуваком. Он с Чикаго, представляете? Мы начали с ним болтать. Он говорит, ой, так я с Чикаго. Я говорю, я тоже с Чикаго, типа еду сейчас с него. Слушайте, ну короче, очень классная тема. Тут, видите, сразу можно отзыв, рейтинг поставить, с кем вы общались. И вот камбли, это на самом деле прикольная передовая технология. То есть, я так понимаю, что люди там, типа, знаете, как Uber. То есть, у нее свободное время, он говорит на английском, почему не подработать. Это круто, крутая идея, потому что, во-первых, ты слышишь его реально сленг. Если ты хочешь говорить с американцем или с англичаном, они очень отличаются. В общем, что я могу сказать, свой вердит камбли, шикарная тема. Есть приложение, есть веб-сайт. Вы регистрируете очень просто, может через фейсбук, просто достаточно одного клика, как я сделал. Получается, первый раз 15 минут бесплатно, и начинайте постигать английский. Там есть разные уровни сложности. То есть, вы можете выбрать, как уровень сложности. Я взял средненький. Хотя, на самом деле, мне бы с азов начинать, потому что я иногда путаю буквы. Но чувак нормально меня понимал. Это главное. Кстати, главное, не бойтесь, друзья, совершать ошибки, то есть, разговаривать. И вот с людьми не стесняйтесь этого. Это очень важный аспект того, что ты можешь поговорить. А главное тем, что классно, что ты можешь в этот момент попить кофе. Выбрать удобное тебе время и заняться с чуваком. И он тебе расскажет, что мы сегодня будем какую-то тему. Вот мы разбирались с ним тему in, at, и вроде все. Поэтому, друзья, под видео будет ссылочка, заходите и начинайте изучать английский. Он вам на 100% всегда пригодится. Сейчас смотрю. А плохо, а то помыл машину. Все-таки ручная мойка так себе. Может быть, надо больше тереть было. Так, наша базочка. Пришла немножко разобраться со своими креплениями, так как можно, вот смотрите, видите, как крепить. То есть, например, здесь будет колесо, через колесо и крепится сюда. То есть, сейчас хочу посчитать, сколько у меня таких крепежей. Крепежей. И настроимся немного. Насколько правильно это все делаю, я решил сразу сделать с кольца, как я уже показал ранее. То есть, получается, у тебя будет вот кусок, который проходит через колесо. Только, правда, эта стяжка будет уходить дальше. То есть, у меня будет еще через это же колесо. Точнее, смотрите. Короче, вот ты накидываешь на колесо, да, как будто представим, что здесь колесо. Потом этот трос идет через это кольцо, и там дальше стрепы я буду дотягивать. Пока такой план. Цеплять. Потому что здесь, видите, есть такая хренья резинка. Никак бы не должна лететь. Но движение все равно может быть на колесе. То есть, получается, что веревка будет находиться вот здесь. Но, чтобы низко соскочило, то, конечно, надо совсем по-другому накидывать ее. По идее, я хочу как-то вот закрепить это колесо, чтобы оно стояло здесь, было зафиксировано на каких-то резинках или стяжках. Потому что максимум, что я буду цеплять машину, сюда будут подъезжать. Так как есть вопрос, что у нас с лебедкой, правильно? Это если мотоцикл, будем ставить еще здесь. И вообще, по-хорошему, у тебя машина должна стоять, так как у тебя двери находятся здесь или слева, то цеплять на машину ты будешь, естественно, где-то вот здесь колеса. Ты же цепляешь за колес, поэтому тебе надо открывать двери, чтобы подцепить машину. И вот это пространство, по идее, будет свободное. Вроде как так. Или, скажем так, что эти двери стоят не совсем правильно. То есть, эти двери надо было переместить сюда, потому что ты мог бы подогнать машину. И колесо где-то будет вот здесь, а не здесь. Соответственно, здесь ты машину сдаешь назад. Что думаете по этому поводу, друзья? К руки, я так понимаю, это две тачки. Ты цепляешь. Не к руки, а к круге. То есть, ты вот зацепил здесь колесо и затянул стрепой сюда. Здесь колесо, затянул стрепой сюда. Задний тоже есть. Да, ну, вопрос тогда, как двери расположены. Не совсем правильно. А, Ваня говорил, что у него такой хрени нету. Кстати. Рампы куда-то вот эти надо ложить. И, по идее, как-то ж куда-то, опять же, закреплять надо. Например, если ты машину загнал, куда ты ее положишь? Под нее они же могут так же царапать какую-нибудь крутую тачку. Соответственно, их надо тоже где-то крепить. Например, они ставят сюда. Типа вот здесь, например. Пойдем-ка посмотрим и перенем опыт. Он у нас in-clause стоит. Это тоже наш. А, черт, у него он закрыт. Жаль, жаль. Кстати, у него, видите, дверей нету, нифига. Тоже будут замки. Зараза, мы даже не сможем с вами посмотреть. Да, жалко-жалко. Ну, ладно. Иначе другой раз. Хочется ехать куда-нибудь, денег зарабатывать. Хочу вам показать. Смотрите, какие разные подгрузчики. Здесь типа как небольшого музея. Блин, ну вот этот чем-то похож на наш, но вот это какой-то уже супер-пупер интересный аппаратик. Дизелек такими рычагами. Ну, все старенькое, естественно. Сейчас-то уже все на джойстиках. Я вам скажу, на таких погрузчиках работать с этими механизмами очень довольно сложно. Я помню, как на своей НОКе работал, блин. Сейчас на джойстике вообще-то, ребят, вообще легкотня. А НОКа это лесной погрузчик, то есть на тракторе в Беларуси. А с такими рычагами, когда гидравлика, знаете, там масло это подается. Такой тоже погрузчик интересный. Короче, темы такие были же. И это какой-то, я так понимаю, типа заводик или что. Вот это прикольно, да? Это же такой контейнер какой-то небольшой. Подъехала тачка, он приподнял его и повез. Забавная тема. В лоб, в лобоуху что-то получил. Вот эта хрень. Ну и такой еще маленький. Но это похоже больше на наш. Задний противовес такой серьезный здесь стоит. Чугуняка, наверное. Или бетон вообще залитый. Ну это обычный, в принципе. Да, ну тут прикольный такой трачок. Ну что, все, поехали. Сейчас регистрируют прицеп, пока мне еще заказы ищут. И гоним, возможно, даже поедем в Лос-Анджелес, друзья. Сука, здесь тоже есть бюрократия, друзья. Я вышел с ДНВ, я получил регистрацию на прицеп. Это на самом деле очень просто. Должен Билл Сейл быть тайтл, который вам дали на продаже. Там пару документов еще, типа, ну на кого регистрируются документы. Ну и оплата. Все же, что 14 долларов. Блин, ну здесь тоже очередь. Жди на улице. Потом жди туда. Там что-то ему не понравилось. Он говорит, иди переделывай. В итоге мне не понравилось, что была поправка в Билл Сейле. Просто поправка. То есть подкорректировали. Говорю, давай другое. При том, что Билл Сейл мы распечатали просто на принтере и его устроило. Ну то есть фотографию сделали и распечатали. То есть, ну, какую-то тупость. И при этом вроде так все непросто. В общем, у нас теперь есть номер на наш прицеп. Мы сами его зарегистрировали. То есть на меня выписали доверенность. Я его и зарегистрировал. Круто. Два часа спустя у нас есть номер. Вот это Америка работает. У нас есть, друзья, заказы. Я по-быстрому пока еду. Потому что уже проголодался. Уже у нас 4 часа. Заехал в Экспресс Панда. Кстати, неплохие варианты. Вот видите, овощи и... Ну, правда, виджетабл. И немного мяса. Вот так же шрипсы там. Креветки. Шрипс. Едем грузиться, наконец-то. Скольно, но для американцев это типично, друзья. Ездить на машине и еще сзади, чтобы развивался флаг. Особенно для пикапов. Забавный патриотизм. Не знаю. Я как-то это не очень воспринимаю. Заказы таким образом, что он очень любит страну. Или чтобы люди не забывали, в какой они стране. Мало ли, забыл ты. Зацепили прицеп. Но у нас есть вот такие еще херуины. Которые как бы должны как-то страховать. И непонятно, как что делать. Ты можешь сначала ее зацепить, а потом туда зацепить. Та вторая не залазит. Я вторую так же самую так и сделал. Друзья, выезжаем. Сейчас будут первые заказы. Посмотрим, как мы будем их цеплять. Это даже очень неинтересно. Как Ваня говорит, мне очень нравится погрузка-разгрузка. То есть, именно как прицепить эту машину, надо подумать. Посмотрим, будет ли мне нравиться это. Смотрю здесь Пашу, как он на Аляску едет. Есть, конечно, еще и вариант такой, друзья. Слетать. Опять же, получить канадскую визу. Первое, да? То, что надо сделать. Слетать на Аляску, там купить мотоцикл. С Аляски, с Анкорджа спуститься в Канаду. И уже с Канады доехать до Атлантического побережья. И оттуда отправить мотоцикл. Но возможно, что, конечно, в Канаде его туда может проще будет продать. То же самое нужно сделать. Это доехать до Ванкувера. И оттуда уже полететь в Южную Корею. И оттуда уже двигать дальше. Еще тоже один фильм про Аляску. Вольному воле. Честно, чувак рассказывать не очень. Так как-то, знаете, прямо как по бумажке читаю. Вот это чувствуется. И кто-то ему историю тут написал. Ну, виды красивые. Молодец, что он проехал Аляску за этой молодожухой. Но мы почти успеваем. Мы приезжаем за 8 минут до закрытия. Нам забрать надо Х5 М. Спасибо, дорогая. Идем по газонам. Сокращаем дистанцию. Какой-то нам Монако Автошоп. Так, ну, вроде тачки какие-то там есть. О, Монако Авто Арк какой-то. Здесь какой-то Икса. У нас Х5. Он. Ну, М-ка. Здесь есть коцки, царапки. Вообще, тут до хера коцки, царапок. Здесь такой поюзанный. А, так я что-то думал, что у нас Х. А тут М. Ну, такая, смотрите, на фаршированная. Фаршики вся. Блин, грязная только сучка. Ну, прикольно, прикольно. Такие машины надо очень четко делать инспекцию. И прямо настолько четко, потому что потом за каждую коцку вам что-то скажут. Сука, грязная. Давай, давай, крошка, погнали. Ну, давай. Что, тебе как-то нажимать надо? Что-то я не врубаюсь. Как я включить? Ну? А-а-а! Это задняя. Это передняя. Ну, ладно. Прикольная. Чувствуется заряженный аппарат. Стоять? Опа! Как у них мотоцикл стильный стоит. Хонда. Все, погнали. Так, ну что, в нашем с вами расположении распоряжение М5. Вся на черных дисках. На черном цвете. Как, знаете, говорят обо черно на черном. Правда, это еще имеется, кстати, карбоновые закрылки. Карбоновая крыша. Нормального, кстати, состояния. Коцек нету. Вот. Салон, конечно, шикарнейший. Видно М-пакет. Чувствуется. Пробег у него всего лишь 7000 миль. Кстати, я что-то не совсем понял в переключении. Кстати, у него есть система выхлопа со звуком. Все, поехали. Почему вторая? Нам нужен просто режим драйв. Почему он сразу мануал включает? Непонятно. Ладно. Валим. Лон, конечно, у него шикарный такой черный велюр. Блин, ну сиденья какие крутые, а? Ну, качество такое прямо. Будут держать так держать, когда оно будет наваливать. Смотрите, подсветочка. Музыка. Колоночки. Здесь у него новая подсветочка. Карбончик такой. Рули. Шикарно. Вот он объемный. Вот это классно чувствуется. Режимы M я даже не знаю, что это. Вау, вот это спорт режим, наверное, включен. Все загорелось красным. Режим просто драйва. Непонятно. Ну, мне нравится, когда все черненькое загорелось. Фиг с ним. Драйв один, так один. Поехали уже. Так. Какая обзорность, когда включаешь заднюю передачу. Ну, конечно, динамика у нее интересная. Так, вот мы встали. Смотрите, сразу показала уровень открытия двери, насколько вы чего можете коснуться. Здесь у нас есть телефон. Смотрите, можно уложить бесконтактная зарядка. Звук. Выключаем. Саунд становится тише. Парктроник. Я так понимаю, это видеонаблюдение. То есть, задняя камера включает разных вариантов. Здесь у нас сидение не оттягивается. Также есть стабилизатор, который держит уровень. Если ты выходишь с полосы, то есть полосы контролируют. Да. Ну, сидишь и ты чувствуешь в ней, что она такая прям будет пулять, стрелять. Ну, динамика у нее очень классная, ребята. Прямо пууууууууууууууууууууууууу выстреливает. как решил закрепить запаску двумя степами стрепами 1 вот такая стрепа и вторая большая по идее нормально держит мы посмотрим он периодически проверять потому что там опасно мало ли чем произойдет так теперь здесь мы будем заезжать посмотрим эти коробины куда ставить соответственно и этот будет как можно ближе сюда первый раз я шту я понимаю что коснется она там уже покоцанная возможно что надо через рамку все же заезжать увидите нормально заедет но все же очко закачка тададам заходит смотрите как прикольно поднялась хрень тададам заходит ура смотрите как прикольно поднялась хрень так ну расстояние такой здесь аккуратненько я лучше убрать от греха подальше мне надо ближе брать к правой стороне так так я вам скажу весело то как а тут трос там двери там вроде как там проходится типа тянешься Ваня говорит к левой стороне больше так что он рисует вроде проходим хорошо здесь есть парактроник так телевизора говорит все нормально с большего что то весь прицеп трещит по швам ребята кстати надо же было по рельсе не идти по идее ой что он весь трещит так должно быть или нет может и сильно вправо взял да или очень ровно говорит он странно давайте ладно вылезем и посмотрим черт возьми мазафака так паркинг поставил полезли и in close in close говорят легко да видите одно колесо стоит можно чуть правее да пока одну застропуешь уже задолбаешься что он трещит весь мать его так так насколько близко все можно ехать ого пишет там аккуратней ну вроде у меня все нормально да чуваки это конечно вам скажу нелегкота так я думаю что смотрите вот сейчас как насколько становится неудобно переднее колесо цеплять то есть вот эта дверь не по стать вроде можно еще ближе ехать все наверное хватит да мать его так включаем паркинг заглушили как говорил ваня главное очень много такого все металлические предметы снимать даже вплоть до часов ну скажем так что здесь небольшая машина еще войдет пространство такое остается что это за хрень саморезы откуда вот так вот друзья так ладно что у нас здесь у нас нормально стоит здесь даже пространство многовато здесь видите можно проходить здесь тоже крепить будет у довольно удобно потому что дверь есть так здесь мы закрепим так с этим у нас была дверь одна открыта здесь нам принципе поможет людей застегнуть застегнуть так здесь мы доцепим себя легко на заднем колесе так дальше просто том что надо было еще ближе подъезжать наверное потому что этот запасик как бы ваня говорил что вот за счет лебедки вот это расстояние спасает он имеет ввиду что все же вот смотрите сколько места дверь не в там стоит прикиньте смотрите первый делается вот эта хрень защелкивается так потом не с той стороны еще нет вот он вот застегнули а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что сказать, заднюю часть довольно легко. Эта дверь нахрен не нужна, эта дверь отлично. Эта дверь вообще просто ну-ну вот никуда. Переднюю часть застраповать можно, пока ничего тяжелого такого нет. Я думаю, что потом все приспособится, где уже будут колеса, примерно буду понимать. Но я думаю, что все равно какие-то должны подрегулироваться периодически. Это пока положил сюда. Я думаю, что это тоже куда-то надо приспособить, типа или не на двери цеплять, но хер его знает. Ваня говорит, что у него вот этой штуки нет. Я уже, честно, не помню. Но вопрос в том, что пока я зажал без этих рамп. То есть как бы если сильно широкая машина, да, вроде бы удобно, что ты можешь здесь касаться. Ну, теперь вопрос, что надо было. Видите, царапки всякие. Грязная, хреново, что, конечно, она. Но она с другой стороны все равно подкуцанная. Вот, может быть, надо было еще третье колесо. Ну, сейчас прокатимся, посмотрим. Ваня говорит, чехлы еще взять. В общем, слушаю Ваню и погнали. Первая машина у нас есть. Сейчас развернуться, едем дальше. Так, ну что, следующая доставка. Доставка. Пикап следующий. У нас вот такая аудюха, ауди квадро. Супер чаржит какой-то. На механике. Ну, ничего особенного. Блин, только механика, конечно. Тоже тяжелее заезжать. Снимаем тапки. Снимаем, закрываем окна. Ага, нифига. Не вижу кнопочки, чтобы закрыть. Вообще, изи проходит отлично. Все. Ну, а духа, в принципе, неплохая. С4, я так понимаю, что это какая-то тоже спортивная версия. 2001 год. Блин. Сюзукой трещит. Страшно. Так, у него паркинга, интересно, нету, чтобы она попипикала. Так, здесь пройду, но здесь нормально. Все, вылазим. Ух. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Приехал, поставил. Сколько мест, пожалуйста, ставь свою машину и отдыхай. Why not? Как любят уже говорить здесь люди. Сейчас забрал, паркуемся. Хотел померить нашу боевую фуру вместе с Сымайем. Вот он, Сымайтрак. Смотрите как. Он, да, сейчас чуть-чуть выступает. Видим, что где-то, ну, наверное, метр. Идем теперь, смотрим. Наша сцепка. Наш прицеп. Надо проверить, кстати, как там все будет. Но это уже завтра. И... Та-да-дам! Смотрите, я, короче, где-то здесь на метр-полтора и там. Соответственно... Соответственно, нормально. Я чуть меньше. Я более мобильный. Все, друзья, делаем видео и ложимся спать. Спокойной ночи. Решил перепроверить наших машинок. Вроде все нормально. Субтитры сделал DimaTorzok